Он уезжает, короче, навсегда. Он так как-то знал, что он здесь. И ребенку приходил. А теперь Бетя вообще его видеть не будет. Ну как будет, конечно, когда... Блин, приезжать, или он будет приезжать в гости. А так все, он едет к себе домой. И теперь он даже не стоит. Только хотя бы Бетечка знала, что у нее есть папа, она его видела. А теперь он даже видеть его не будет. Бетечка, дайте носик почищу, почему ты мне не даешь? Просто как-то... Даже не знаю, просто Бетечка такой возраст. Да, дела нет. Причем здесь любовь? Просто, конечно, я его люблю как близкого мне человека. Я с ним, ну как бы, все равно много чего прошла. Я к нему правда отношусь как к брату, не как к мужчине. Но у нас есть ребенок, и, конечно, у нас есть, понимаешь, так я все равно узнала, что есть папа, как бы, что он там любит Бетю, что он всегда приходит к ней, что как бы они там... Ну что она хотя бы понимает, что у нее есть отец. А так, как бы, ну что, вот она у нее сейчас такой возраст, и что? В какой город? В другую страну уезжает. Мамочка, не делай мне чепочек, сам по волосам, пожалуйста. Вот. Пяточки, не расстраивайся, пожалуйста. Да, конечно, да нет, я и так привыкла, что его как бы нету, что он там вся на Сейшелах там или где-то еще там, в Дубай, но... Как-то просто осознание того, что ты знаешь, что все равно... Ну как бы... Все равно он моя семья, как ни крути. То, что мы там как мужчина и женщина не можем жить, это уже отдельная история. Но мы все равно родители общего ребенка, и мы все равно друг друга любим. Не как мужчина и женщина, а как вот близкие люди. Конечно, мне... Всегда я знаю, что где-то там я могу всегда позвонить, там, не знаю, мне поможет. Все мне сделает, там, разбойте. А тут я понимаю, что как бы он теперь будет далеко. Все равно как бы осознавать, что есть какая-то мужская поддержка, и тем более... Хоть он меня немного обижал, но все равно же... Все равно же... Мы же семья, как ни крути. Вон один уезжает. Нет, он уезжает с Катей, что меня радует. Хотя бы он не будет там херней страдать. Вот такие, короче, дела. Он уезжает на работу. Ему предложили вести, короче, шоу... Украинское. И он, короче, будет вести свою программу. Да ведь тоже в Монако уезжала. Слушайте, ну, тогда он был на проекте, это немножко другое. Я не знаю, как объяснить. Да и понятно дело, что ты в жизни, я плачу не из-за того, что мне так грустно. Нет, мне грустно, конечно. Просто я вообще не люблю вот эти моменты прощания. Они... Они всегда очень расстраивают. Батя, как надоело опять вот здесь рисунок. Батя все стены изрисовала, если честно. Что случилось? Нет, ничего не случилось. Просто... Просто уезжает. Короче. Да то, что он уезжает, дело даже не в этом. Просто дело в ребенке тоже. Но ребенок должен понимать, да, что такое папа, что такое мама, что такое мужчина, что такое женщина. Вообще, мы и так будем честными, мы и так очень редко видимся, и так... Я не могу сказать, что они с Батей там проводят так много времени, чтобы Батя там была настолько сильно окружена отцовской любовью. Сами знаете, что вот он всегда как бы был там на работе, и вообще мы там и не в Москве. Ну так хотя бы у ребенка какое-то понятие есть, что такое папа, что такое мама. А так как бы сейчас вот у нее закладывается это все, и все. И какие понятия. Потому что это и так... То, что родители не живут вместе, для меня это является нормой. Потому что... Ну всякое в жизни бывает, да. Мы просто не можем там быть как мужчины и женщины. Но мы же родители все равно. Бывших родителей не бывает. И вот как бы... Почему? Это понятно. Сейчас полустраны без папы, нормально. Ну понятное дело, что я же тоже воспитываю ее без папы, и для меня в этом нет проблемы. Я наоборот рада, что мы развелись. Потому что это была невыносимая жизнь. Но как родители, хотя бы давать ребенку понять, что это такое, кто мы такие, это как бы я считаю важно. Какие короче дневники. Не переживай, у меня с сыном у тебя не виделся 10 лет. Причем это же ненормально. Зачем как бы делать акцент на ненормальном? Вот это я не понимаю. У меня тоже есть папа, который меня обожал, души во мне не чаял. И я жила с ним там всю жизнь. Он знал там про мои первые... Про мои месячные, про мои первые поцелуи, про все. Он был моей лучшей подругой. Я была прям чисто папина дочка. Но папа в какой-то момент тоже завел новую семью. Конечно, я люблю своего папу, нормально к нему отношусь. У меня нет к нему никакой обиды, мне пофиг, я уже выросла. Но это не есть нормально. Я не могу говорить о том, что если я выросла без отца, что типа, ну ладно, ничего страшного, все растут без отца, а то ты вырастешь. Но какие-то понятия должны быть все равно. Просто понятия. Чтобы психика была нормальная. А не то, чтобы нормально или ненормально. И дело не в этом. Просто хорошо, когда у ребенка родители рядом. Понимаешь, она захотела, позвонила папе, захотела, позвонила маме. Да я уже не плачу, кстати, уже все наплакала. Человек больше 7 минут плакать может. Какие короче пирожки. Это от тебя зависит. Часто я выйду туда. Но делать мне нечего часто возить. У меня тоже есть своя жизнь, свои дела. Я не могу все бросать ради крови. Я понимаю, если бы это... Если бы не надо было там, не знаю, там был бы мой любимый мужчина, или еще что-то немножко другое отец. Как бы это в его интересах. Когда в Дубай поедете? Я Дубай вообще не люблю. Я тогда вообще не езжу. Не понимаю вообще, что там люди делают. Вода для крокодилов зеленого цвета. Дышать нечем. Не знаю, мне там вообще не нравится. Кипятя, зачем ты чупа-чуп смажешь по стенам? Ты уже все стены испортила. Мы только ремонт сделали. У меня муж ушел, я осталась от нас дымать детьми. Да дело не в этом. Ребят, мы же с ним не развелись, чтобы я такая потеряла мужа сейчас. Это немножко другое. Вы мне не понимаете. Здесь дело не... То, что я развелась, я наоборот очень рада, и слава Богу. Я с ним не дай Бог. Спасибо Господу, что так произошло, клянусь. Ну, вот и здоровьем своего ребенка. Дело не в этом. Мне немножко по-другому... Я плачу не за то, что мы типа рады... Мы и так с ним давным-давно расстались. Это дело же не в этом. Почему тут муж ушел? Я так тоже сама своего ребенка воспитываю одна, и... Здесь вообще это ни при чем. Здесь проблема в том, что... Ну, как батечка к нему приехала, стала его как бы видеть только, и я опять... Я только из-за ребенка. Но я сама, конечно, понимаю, что есть как бы человек, который всегда моему ребенку поможет и все для него сделает. Но, конечно, это важно. Ну, о чем мы говорим? А так, сами отношения-то вбред собачий. Это здесь вообще ни при чем. Моя обезьянка. Что, моя обезьяночка? Так, зайка, привет. Ой, бейти, бейти, ты сейчас упадешь на папку сядь. Так, ладно, короче, я пойду. Я вас целую, что-то я выгляжу, конечно, как это... Все, я вот целую, пока-ка-ка-ка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.